могу пробовать себя на бирже елена мы с вами разве не говорили результат будет 17 3 дальше не буду смотреть у вас там много других нюансов на бирже точно вы можете делать почему потому что у вас есть просто потрясающая интуиция дальше у вас есть способность к числам точным наукам а там все-таки надо рисовать какие-то вещи нам надо понимать знаете что там надо понимать просто сказать о том что верю не верю работает не работает вы представляете там внутри этого находится сакральные законы то есть так работает вселенная с помощью этих законов рисуется чарты рисуется графики с помощью этих законов если мы не знаем этих законов так это школа жизни для меня понимаете которая потом воплощается именно то что называется работой от работы мы естественно получаем какой-то денежный эквивалент наша работа верно поэтому уж как мы себя запрограммировал хотим не хотим это вопрос другой верим не верим наши не наш но есть такая возможность поэтому вот об этом идет речь значит так вселенной том что можем можете или нет можете да отца не знаю совсем ушел из семьи когда мне было ну вот видите об этом и идет речь то же самое та же история сожалению видимо не туда иду куда вы не туда идете маргалита с работы не могу решить вопросы графический дизайнер как быть но уважаемые 7 это очень интересная цифра семерка это сакральное это единственное сакральное число многие считают вообще-то говоря среди вообще всех цифр у вас их огромное количество 7 июля 1972 года у вас уже сразу трое три семерки а три семерки они как были так и они остались но имейте ввиду та же самая вещь которая ас это особый знак людей еще раз вы можете болеть вы не болеете проблемы со здоровьем ну вот видите с работой не могу решить вопросы ну во первых что во первых вы очень недоверчивы по своей природе как бы да вы обладаете сумасшедшими какими-то способностями на самом деле у вас нету желания иметь семьи вообще никак у вас нет точно та же самая история нет связи с родителями у вас нету от природы здоровья у вас есть очень серьезная интуиция вы великолепно общаетесь с людьми вас любят вы так скажем если вы будете томадо и вас будут слушать в каких-то компаниях голова замечательная но если вот чувствительность вот это вот неприятие чего-то другого мнения не согласие не вера подозрительность она вас губит вот если у вас это есть вам надо это всеми силами каким-то образом это все изменить и убрать у себя потому что ну и вам нужна помощь это понятно значит обратитесь может быть я могу порекомендовать человека которому вам может оказать помощь в этом плане сам я даю до консультации но это редко я не люблю этого делать если честно если обращается да даю вот и мы раскладываемся по полочку но здесь очень много надо анализировать вещей очень много на резервы да ну вот в этих поэтому я не люблю занимают очень для человека ответственность занимает очень много времени для меня а потом еще начинаем беседовать это еще выливается непонятно раз поэтому проще мне направиться с кому-то вы обращаетесь вам будет помогать то гор будет еще выступать на вашем канале гор будет выступать надеюсь но гор очень сложный человек он выбирает сам где ему выступает с кем ему общаться когда ему общаться поэтому я вам ничего не могу стать я верю в это я я рассказывал полтора года я пытался его так сказать вывести куда-то так на паблик публично чтобы он где-то что-то делал но наверное для него это был стресс потому что я сам его уже не вижу дней пять не знаю я не имею с ним контакта только вот если он отвлекается я буду иметь контакт не отвлекается пока простите так чищем помочь чем помочь макгрейта в каком смысле чем помочь а чем вы можете нам помочь ну напишите давайте я вам еще раз напишу кто еще до сих пор не знает сам день центр gmail.com вот все вопросы пожалуйста друзья обращайтесь туда так будет легче да какое будущее ожидает сына сколько ему лет 23 до 23 года ничего хорошего возраст я думаю что возможно он не скоро женится если он еще не женат потому что если он не женат это может затянуться у него особо нету желания как бы пока в самом случае создавать семью понимает толк женщина без сомнения вот я бы сказал так у него тоже с неба ничего не падает он все планирует его планы лежат в создании скажем так пока может быть еще если не 7 но он знает что ему это надо но ему нужна профессия ему нужно получение признания он должен получиться из хорошую должность он должен получить статус хорошим должен быть именно в статусе вот так он себя позиционирует точные науки светлая голова да наверное учеба не представляла никаких затруднений поэтому он мог учиться не так как хотелось бы вам вот но это у него есть значит я вам бы скажем так посоветовал ему аккуратненько все-таки 23 года сказать так что если он уходит там и тягает штангу то лучше не надо бег на длинные дистанции противопоказан ускорение тоже то есть как бы трусой может можно еще лучше плавать но не перетруждать себя и особенно не перетруждать себя здесь поменьше дум я не сказал что у него есть но у него нету цели вы надо определиться по целям он пока еще ничего не знает он пока еще чуть не решил что ему надо делать и как ему надо делать изменения да будут он наконец придет этой мысли но будущее у него лежит в маркете он хороший диспетчер он хороший как называется менеджер менеджер вот то есть может продавать какие-то вещи может внушать какие-то вещи ну примерно так но надо еще раз более детально если нету такого ничего сложного единственное что конечно свойственно его юношеский максимализм это неприятие скажем может быть возможно и вас и надо тут подумать хорошие ли у вас отношения вообще-то говоря с вашим сыном чем-то мне не очень тут это ну или может быть даже с отцом не знаю пока не знаю если родители умерли если возможно с ними наладить отношения вещать связь существует да существует да вы можете наладить с ними отношения без вопросов вот но еще раз вы знаете как вряд ли если знаете налаживаете если нет то есть люди которые могут наладить отношения я вам хочу сказать такие люди называются медиумы вот они смотрели фильм наверное это призрак да назывался русском прокате патрик свези деми мур и вупи колберг которая играла там как раз такого медиума через нее работали духи или умершие неважно и вот есть такие люди медиумы которые могут вам помочь в этом плане елена порезка одна из них можете обратиться можете задать вопрос по имелу я вам ее направлю она может это делать она это доказывала неоднократно просто потрясающие вещи говорила я точно знаю еще раз поскольку это тестировал сам люблю смотреть детей после двухтысячного года тут надо много чего перерасчитывать ну давайте двадцать штое первое во первых друзья вы должны знать о том что если кто-то раздается тут надо бы еще корректировать имя поскольку имя играет тоже роль немаловажную роль играет имя почему потому что рассчитывается так называемое число имени в определенных скажем нумерологических направлениях школа ну что одна спокойная другая не спокойная да ну что я могу сказать ну во первых во первых обе они обладают серьезными качествами но я вам хочу сказать что произойдет качество организаторские качество пробивные они то что называется бизнес-воман хотя им только годик до получается никогда раньше не было такого понятия бизнес-воман но сегодня у нас такие времена наставит и так далее но что есть то есть так вот одна будет должна найти себя в бизнесе а вторая должна найти себя в чайке чай она должна найти себя благотворительности почему смотрите есть такое что такое девятка но я сейчас говорю про вторую число то есть они все очень и очень качественно серьезные они действительно все будет прописывать у них тоже с ничего не будет падать они будут работать не поблагодаря рук они будут добиваться успеха у них будет возможности и серьезные они прекрасно знают обе будут знать о том что им надо создавать семьи и они это будут делать и они конечно найдут себе мужей тут даже разговоров нету проблема с тем что как папа с папой папе надо чего годик да папе надо их вот так подбрасывать все время быть с ними как можно чаще папе пока еще годик видите здорово поэтому когда мы начинаем обращаться уже возрасте тем вы детям уже у них свои дети есть и у них нет конечно им сложно наладить отношения сейчас нам налаживать отношения потому что здесь какие-то есть нюансы говорят а полагаю так хотя вроде как внешне все здорово и замечательно но тем не менее обе творческие личности без сомнения обе то есть они обладают гармонией красотой можно водить их не знаю там рисование пение танцы это как раз таки для девочки это замечательно фигурное катание кстати художественная гимна не спортивная художественная гимнастика без каких-то нагрузок перегрузок и так далее хотя они могут это выдерживать у них это есть очень и очень серьезно но повторяю благотворительность одной девятка это мудрость а у них есть девятка обе последние скажем кармическое число это еще не скоро будет но тем не менее к этому надо вести то есть мы знаем общие цели к этому надо подготовить то есть им надо понимать кто они из себя то есть одна может быть бизнесменом а бизнес это что это постоянное горение постоянные где-то вот подвижность что вы пишете а вторая спокойно она четко все рассчитывает все это самое она понимает что она для высших целей это не значит что это плохо но опять же это должна быть гармония я надеюсь я объяснил да отлично наталья никак не может определиться с деятельностью трудно определяться с деятельностью образователь он ваш по природе причем очень и очень авторитарно образователь образователь имеете ввиду учитель то есть он все знает качество очень сильно вообще-то говоря 12 число единицы двойка единица солнца двойка луна в сочетании тройка и питер следить а ну могу больше сказать все планы ему нужно делать на четверг числа его третьего двенадцатого двадцать первого и тридцатого если они попадают на четверг пускай планируют свои главные мероприятия именно в этот день именно этого числа а очень хорошая интуиция я бы допустим сказал бы что если бы он попробовал себя на поприще но вот того что тоже бирже он бы достиг успеха он не для рутинной работы без сомнения он не может быть в какой-то монотонной вот такой вот работе он не для этого он должен быть творческой личностью но у него есть качество такое он сам так сказать по себе и он знаете как он не делегирует плоды своего труда или отношения семью полагаю нет у него жены до полагаю что он не жена пока еще есть такое понимание о том что это надо делать но нету менеджером не годится физическая работа не искусство рисования пения нет точной науки нет я бы сказал так психология у него потрясающая голова очень умный человек то есть великолепный собеседник прекрасная энергия и для него я бы рекомендовал стать психологом изучать это потому что он сам по себе ну учитель да единственно что очень жесткая ему надо убрать это потому что это будет отражаться на его сердечно-сосудистой системе в первую очередь и позвоночник очень и очень жесткий мягко то есть просто не принимает ничего если не соответствует его стандартно его пониманию оценка зашкаливающее просто категорически он говорит о том что я знаю лучше всех или не будет говорить вас просто не будет слушать все категорически но и вопросы вопросы опять же слабенькая связь есть но слабенькая связь все-таки с родителями но возможно и с вами уважаемая а